Сотовижн, у нас поступили заявки от Rush Today, Associated Press и MediaZone. Я сейчас, собственно говоря, бизнес в злостном нарушителе помещен в строгие условия ровно из-за системной фабрикации, из-за системной рисовки каких-то смехотворных нарушений, о которых даже признаться кому-то стыдно. Обратился к оперативнику по фамилии. Серьезно, как я к нему должен обращаться еще? Я два месяца сижу в зоне, где ШИЗО, один я. В ШИЗО никого нет. Есть люди в ПКТ, но в ШИЗО, кроме меня, никого нет. И поэтому за любой рапорт, который составляется в отношении любого осужденного, фактически его нужно сажать в ШИЗО, потому что, ну, учитывая соразмерность, мало, вообще мало, что можно представить более незначительного, чем нарушение, которое называется «две секунды руки за спиной». В присутствии в суде в заседании, соответственно, представители средств массовой информации по представленным заявкам и по кредитам. Два года все махали рукой, и все было абсолютно законно. А сейчас меня остались сажать там на 7, а впоследствии 15-12 суток. За какие-то нарушения? Есть это. Есть произвольное толкование, когда с разницей в 6 минут дает то выговор, то 7 суток в ШИЗО. Но сейчас у нас еще и добавилось просто отдельные документы. Просто потому что они не оформляют ничего. Они же привыкли здесь, там, не понравилось, поехали в ШИЗО. ...отворение в штрафной изолятору, руководство ст. 175-80, КАС-РРФ решил административное удостоверение. Наверное, Алексей Анатольевич, опознание. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.